Продолжение следует... Так получилось, что у меня один из самых крупных телеграм-каналов по ремонту техники. Вы можете видеть его на экране. Также к каналу привязана курилка, в которой более 13 тысяч. Не все, но преимущественно мастера по ремонту телефонов. Подпишитесь, только единственная просьба. Ознакомьтесь с правилами, прежде чем спрашивать о помощи такой большой аудитории. Ну и, естественно, есть телеграм-канал Барахолка Плюско. В ней вы можете найти специалиста. Именно там осуществляются абсолютно все платные услуги. Ну а мы приступаем к разблокировке данного аппарата. Погнали! Итак, друзья, коллеги, если так можно сказать, соучастники. Для того, чтобы сделать нам этот аппарат, естественно, нам понадобится платное программное обеспечение Unlock Tool. Ссылку на него можно будет посмотреть в описании к этому видео. И подключить телефон через TestPoint. Как видим, что телефон действительно заблокирован. И при любой возможной попытке разблокировки, у нас сразу же выскакивает. Разблокируете устройство, чтобы продолжить. То есть, ну, как бы, каких-либо других вариантов без компьютера на данный момент просто нет. И что-то мне подсказывает, что не будет. Итак, в первую очередь, нам нужно отклеить с него заднюю крышку. Задняя крышка состоит из пластика и абсолютно ничего сложного не представляет. Разбить ее просто невозможно. Максимум поцарапать. Немножко нагреваем аппарат. И, соответственно, срезаем заднюю крышку. Ничего суперсложного. Откладываем ее в сторону. Далее. Нам нужно снять вот эту декоративную панель. Но есть один очень глобальный нюанс. Сначала нам нужно еще вдобавок отклеить вот это вот окошко камеры. Я объясню почему. Здесь есть несколько болтов. То есть, нам нужно снять вот эту декоративную панель. И четыре болта. Раз, два, три, четыре. Находится как раз вот под вот этой штукой. Она тоже пластиковая. Разбить ее, в принципе, невозможно. Вот. Ну, как бы, как невозможно. Очень-очень сложно. Если быть аккуратным, то ничего сложного не будет. Дальше. Вот здесь вот поддеваем и снимаем вот следующую панель. Таким образом мы получаем доступ непосредственно к плате. То есть, вот такая вот разборка телефона. Ну, в целом, ничего суперсложного. Далее. Нам нужно зажать тест-поинт. Тест-поинт у него находится вот здесь. Я не знаю, насколько у меня получится сфокусироваться. Тут под основной камерой, самой большой, есть три точки. Среднюю точку надо закоротить на массу. То есть, выключенный телефон, самое оптимальное, это мы с вами передергиваем аккумулятор, чтобы на 100% быть уверен, что он выключенный. Выключенный телефон. Зажимаем тест-поинт, вот эту точку на массу, и вставляем кабель. Давайте попробуем. Итак, зажимаем тест-поинт и вставляем кабель. После этого мы с вами переключаемся на компьютер. Итак, если мы все сделали правильно, то он у нас в портах COM и LAPT в диспетчере устройств Windows определяется как Qualcomm QD Loader 9008. Никаких выслесательных знаков быть не должно. И есть момент. Если у вас драйвера какие-то доисторические, это можно посмотреть следующим образом, типа 2015 года, то может произойти ошибка. Обновляем драйвера, у меня они вообще с 2017 года, но тем не менее, все отлично работает. То есть, драйвера должны быть, ну, хоть немножко более свежие. Далее. Делать мы будем с помощью программного обеспечения, я повторюсь, Unlock Tool. У меня есть на него обзор, есть как купить, есть видео про техническую поддержку. Все это есть у меня на основном канале. Далее. Переключаемся на вкладку Huawei. И здесь в поиске пишем X8. Собственно говоря, вот он. Далее. Ничего суперсложного. Вот здесь перепроверяем, чтобы у нас был выбран нужный порт Qualcomm QD Loader 9008. И нажимаем EUROS FRP. Несколько секунд ждем. Ну, а пока у нас здесь бегут волшебные строчки и так далее, и так далее. Напомню, что у меня есть. Как-то так получилось, что у меня одна из самых больших курилок, мастеров по ремонту телефонов в Телеграме. Почти 14 тысяч. Не все, но преимущественно мастера по ремонту телефонов. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их моей курилке. Только ради бога. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами. Чем технически грамотнее вы зададите ваш вопрос, тем, соответственно, больше шансов, что вы получите ответ. А еще у меня есть барахолка плюс ко. Здесь вообще 4... ну, около 5 тысяч человек. Здесь, именно здесь предоставляются все платные услуги. Если вам нужно разблокировать iPhone, там, переделать Samsung из демоаппарата в обычный. Здесь вы можете найти проверенного исполнителя. Кроме того, присутствует услуга гаранта. Ну, более подробно вы также можете прочитать непосредственно в барахолке. Несколько секунд ждем. И смотрите. Все готово. Бразет ФРП. Ребутинг. Окей. Переключаемся обратно на телефон. И телефон у нас автоматически перезагружается. Давайте проверим. Начать. Далее. Далее. Я совсем соглашаюсь. И тут есть момент. Он все еще требует подключения непосредственно к Wi-Fi. Ну, к Wi-Fi он все еще у нас подключен. Поэтому ничего страшного. Некоторое время ждем. Не копировать. И смотрим, появится ли у нас волшебная кнопка пропустить. Ох уж этот Google. Всегда это занимает, к сожалению, некоторое время. Есть. Есть. Друзья, это победа. Между прочим, вроде как я первонах. Первый, кто заснял видео по разблокировке данного аппарата. Да, естественно, ничего сложного. Да, естественно, я пользовался платным софтом. Но, если вы мастер по ремонту. Или, допустим, просто пользователь, у которого нет данного программного обеспечения. Вы можете написать мне WhatsApp. Номер телефона где-то там обязательно мой будет. Если вы сможете разобрать его и подключить к компьютеру через TestPoint, то я смогу подключиться к вам по AnyDesk. И, соответственно, на платной основе разблокировать его вам. Дешевле, чем это стоит в мастерских. Проходим процедуру первоначальной настройки. Я обычно просто тупо со всем соглашаюсь. Там, если надо, то клиент уже сам все донастроит. И это победа. Телефон у нас полностью разблокированный. Естественно, в лучших традициях. Мы сейчас зайдем в сведения о телефоне и видим. Давайте я вам сейчас попробую получше сфокусироваться. Что это у нас? Honor X8. Модель TFY. Defease LX1. E-Mation UI или Magik. Скорее всего, Magik 4.2.0.129. Да, Magik 4.2 и Android 11. Google сервисы, естественно, в этом телефоне присутствуют. В этом плане здесь абсолютно все хорошо. Ну что же, дорогие друзья. Я искренне надеюсь, что данный видеоролик был вам полезен. Если будут какие-либо вопросы, задавайте их на мои курилки. Задавайте их здесь. Задавайте их на моем форуме. Я же с вами прощаюсь. С вами был Плеско Михаил. И как я и обещал, друзья, впереди нас ждет исключительно все самое интересное. Пока!